Серёж, если ты повернёшься направо, ты увидишь человека с газетой. У меня есть новость, Лёв. Вот, видишь, я же говорил. 5 марта сотрудники ДПС, НАМКАД, для задержания преступников, скрывавшихся от погони, решили использовать в качестве щита легковые машины рядовых автовладельцев, даже не предупредив их об опасности. В результате злоумышленники пошли на таран, повредили три автомобиля, в которых в этот момент находились ничего не подозревающие люди, после чего преступники всё равно скрылись. Значит, друзья, я думаю, что самое время этой новостью начать нашу еженедельную регулярную рубрику «Живые щиты России». Факт, конечно, для меня не является вопиющим. Это достаточно распространённая система, когда милиция привлекает... Просит о помощи. Просит о помощи, привлекает жителей, помочь им в оказании... Слово преступников. Слово преступников. Так называемое АУ-граждане. Ну, конечно, АУ-граждане. Знаменитая... Мы все помним, мы часто сталкивались с ситуацией, когда милиционер подходит к бабушке и говорит, женщина, будьте любезны, посмотрите за углом, в каком огне снайпер. Вот возьмите... Кепку, кепку мою. Возьмите мою куражку, чтобы вас не продували. Да сколько... А этот случай, когда на Ленинском светофор сломался? И женщина в красном, подойте, пожалуйста. Бабушка в зелёном, подойте. Ребёнка в жёлтом, пожалуйста. Вы можете по очереди выходить сейчас на дорогу? Просто каждые три минуты, пока не починим. Да, пожалуйста, и всё. Или ночью возле парка. Женщина, дайте я вашу одежду, пока подержу. А вы по парку погуляете? В голове. Закричите, если преступник говорит. Мы будем стрелять на голос. Конечно. Я однажды слышал в поезде, когда... Простите, ради бога, вы не могли бы со мной купе поменяться? Я везу рецидивиста, просто храплю, чтобы, не дай бог. А с вами ему будет интересно. А с вами будет интересно, тем более. Я смотрю, у вас и наколки одинаковые. Давайте. Переходите, да. Но, друзья, на самом деле... Поэтому ничего страшного в этом нету. Ну, обычные будни милиции, да. Значит, давайте мы сейчас попробуем разобраться... Наша же служба и опасна, и в кустах. Это самое интересное, что они свои машины спрятали за машинами, за этими. Друзья, у меня есть схема. У меня есть схема того, как это всё происходило. Как? Так, я бы назвал эту схему милицейская ель. А ёлочка такая, да? Значит, ну, всё это было сделано для того, чтобы задержать автомобиль Ауди, который в результате задержан не был. Мы провели своё расследование. Ещё и не поймали. По поводу того, кого, на самом деле, действительно, кого догоняли. Борсеточника догоняли? Что? Догоняли, да. Человека, который украл сумку. Женскую сумку. Женскую сумку. Борсеточник-чудак, назовём его так. Вроде бы борсетки красил, а он взял женскую сумку. Это и в первый момент как бы обескуражило милицию. Ловить, не ловить. Вполне очевидно, что этого человека отпустили, когда в результате догнали. Потому что милиция его, на самом деле, конечно, догнала. Объясню почему. Вот смотрите. Вот автомобиль Ауди. Как вы видите, ехал с включёнными фарами. Да. Ехал строго по своей полосе. Единственный. Не нарушая. Спокойно проехал. Конечно, его догнали сотрудники милиции. А как не догнать автомобиль, который едет со скоростью 40 километров по МКАДу? Да. Догнав, что они увидели, сидит человек. За рулём. Пристёгнут. Пристёгнут. На заднем сидении в детском кресле лежит барсетка. Пристёгнутая. Пристёгнутая тоже. Из магнитолы доносится аудиокнига «Правила дорожного движения», которую читает Сергей Юрский. И Марина Ниёлова от автора. Работают дворники, хотя яркая солнечная погода. В тот же самый момент, конечно, они схватили, открыли барсетку. Георгиевские ленточки везде, по периметру машины. Да. Георгиевские ленточки по периметру машины. Позитивная очень. Они взяли, открыли сумку, говорят, можно сумку посмотреть? Открыли, а там бинт, огнетушитель. Йод, зелёнка. И вот только тот факт, что он в момент задержания по мобильному телефону говорил, батюшка, я сейчас в детский дом заеду и после уже ваш храм восстановлю. Тут его и накрыли. Вот только этот факт позволил сказать, вы извините ради бога, я понимаю, благотворительность, но всё-таки 250 рублей за то, что говорите по мобильному телефону. Нехорошо. Отдайте. Отдал, уехал. Есть ещё одна версия, по которой машины были выставлены именно так на МКАДе. И эта версия, мне кажется, самая правдивая. Дело в том, что это проходило в рамках всероссийской специальной акции Министерства внутренних дел, которая называется «Покаяние». Когда машинами на крупных трассах выкладываются слова «Простите нас, россиян». И если вы обратите внимание, кавычки открыты. А дальше только начали. И вот так один автомобиль Ауди сорвал всю операцию покаяния. В России, сообщает газета «Известие», продлён запрет на клонирование человека. С праздником! С праздником страна! Но мораторий на клонирование истёк в июне 2007 года. Так, так. Да, всё. И спустя три года, вновь фили, то есть 2007 по 2010 клонировали. Хватит. Три года такой разгуляемый был вообще. Ну, я бы назвал, друзья, вчера... Кто успел, тот и того шесть. Понимаешь? Я подстраковался. Я могу сказать так, друзья. Конечно, этот день, продлён мораторий на клонирование, будет чёрным днём в календаре прежде всего Виктора Дробыша. Этого специалиста по умению сделать... Из одной девушки 17 тысяч? Нет. Из одной девушки 17 групп. Что эти три года? Слава богу, уже успели наклонировать за это время. Хоккеист Овечкин клонирован однозначно. Потому что один играет за НХЛ и хорошо играет. А второй играет за сборную России. Сразу понятно, где клон. А вы знаете, что клонировали Стаса Михайлова два года назад? Певца. И при клонировании потеряли настоящие. А что Жириновский? Он, по-моему, против выступил. Ну, естественно, были люди, которые... За клонирование. За отмену запрета. Да, да, да. За отмену запрета. Это сложная формулировка? Два минуса плюс. Абсолютно верно. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, выступает за отмену запрета на клонирование людей и предлагает клонировать гениев. Пушкин, Лермонтов. Подожди, подожди, здесь есть список. На всякий случай. Список гениев Жириновского может отличаться от списка гениев из Юганова. Там просто все гении как бы в стене. А тут, так сказать, в школьных кабинетах. Значит, вот гении Жириновского. Мы должны иметь новых Эйнштейнов, Циолковских, Есениных, Пушкиных. Так. Уверен Жириновский. Все. Весь список. Отлично. Так что ЛДПР... Вот смотрите, Жириновский заявил, будет рад, если сможет клонировать самого себя. Пока в домашних условиях это тяжело. Все заканчивается на этапе взятия ДНК. Дело в том, что Владимир Боится щекотки. И когда где-то хохочет Жириновский, родные говорят, ДНК у себя берет. Мне кажется, что эта инициатива Владимира Жириновского и стала основным и главным аргументом запрета клонирования. Следующая новость, конечно же, у меня. Сатья называется «Недревние греки захватили Минфин». Итак, как известно, Греция стала одним из главных жертв кризиса в Евросоюзе. Объем газдолга составляет почти 300 миллиардов евро. 300 миллиардов евро. А инициатив бюджета подбирается к 13% ВВП. Значит, друзья, как... Греции... 300 миллиардов евро. 300 миллиардов евро. Греции – пелопоннес. Полный. Ты это хотел сказать? Полный пелопоннес. Послушайте, 300 миллиардов евро. Я знаю только одного человека в нашей стране, с которым можно говорить про 300 миллиардов евро. Подожди, их же двое. Нет, многие думают, что это один человек на другом, но... На самом деле, это один человек. Один человек. Я сейчас объясню, друзья. У нас в гостях сегодня один из самых ярких и больших, в прямом, и во всех смыслах этого слова, российских бизнесменов. Михаил Прохоров. Давайте поприветствуем, Михаил. Добрый вечер. Добрый вечер. Михаил, прошу вас. Добрый вечер. Наконец-то, наконец-то вы к нам. Такое ощущение, что кто-то прочитал мою записочку, которую я положил в стену плача. И вот вы здесь, Михаил. Михаил, я уже заранее налил вам чай. Слушайте, а сразу же начнем. Какой у вас рост? Нормальный, боевой. Боевой рост. Значит, Михаил, как известно, 300 миллиардов объема государственного долга. И дошло все это до того, что видный немецкий экономист. Обратите внимание, когда какая-то страна находится на грани распада, долго появляются немецкие экономисты. Видный немецкий экономист Ханс Вернер Зин предложил Греции покинуть еврозону. А депутат Бундестага от партии свободных демократов Франк Шефлер вовсе посоветовал грекам продать необитаемые острова и знаменитый Афинский Акрополь. В связи с этим у нас к вам вопрос. Сделали вы уже ремонт на кухню или нет? Обставили ли кухню? У нас есть хорошие... Я бы сказал так, это антиквариат, безусловно. Качественные руины. Вас, как бизнесмена, интересует покупка островов в Греции? Вы хотите, чтобы мы все вместе погрели руки, что ли? У меня другое предложение. Вы знаете, когда вы греете руки, в радиусе километров 100 тепло. Тепло, да. У меня есть радикальное предложение. Так. Вот абсолютно радикальное. Давайте. Я предлагаю Грецию купить. О, на вес. Нет, нет. У меня есть совершенно бизнесовая теория на счет. Так. Ну, смотрите, покупаем Грецию. Первое преимущество. Россия, Родина, Олимпиад. Кстати, да. Это совершенно очевидно. А вторая? А вторая, я понимаю. Остров Лесбос. Нет, нет, нет. Нет? А что? Его оставили. До этого не дойдет. Так. Куда отдыхать-то ездить? Мы делаем сразу монополию по Олимпийскому огню. Соединяем это с Газпромом. И продаем наш газ вместе с Олимпийским огнем в каждый дом. Я предлагаю начать с Украины. Они же не против Олимпиады. Конечно. И за газ был платить. А вы понимаете, как на Украине будет радоваться, когда будут находиться эти чиновники из Газпрома в белых простынях? Вот в этих... С веночками лавровыми. В сандалиях. Ну, это, кстати, хорошая идея, купить Грецию. Как и любая другая идея Михаила. Но в отличие от нас-то человек так говорит, а потом делает. Не останавливайте? Мы сейчас шутим, а завтра... А твои эти фразы в грузинских ресторанах, я вас всех куплю, они же не имеют основания под собой. Нет, Вань, просто я думаю о том, что передать Газпрому весь Олимпийский... Мало того, что Газпром взял слоган Зевса, мечты сбываешься. Ещё и отдать Грецию. На этом мы заканчиваем нашу финансовую страничку. Спасибо огромное, Михаил, за то, что вы сегодня к нам пришли. Друзья, у нас в гостях сегодня был бизнесмен Михаил Прохоров. У нас следующая новость так или иначе связана со спортом. И у нас в гостях сегодня президент Союза биатлонистов России Михаил Прохоров. Добрый день. Давайте, друзья, вам аплодисменты. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Если сейчас Саша встанет... Давайте, давай, 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 добьём. Как мы сейчас в учебнике истории-то, да? А ты тоже мы в конце... Михаил, вы не просто так пригласили вас сегодня на наши посиделки. Дело в том, что причиной вашего прихода к нам стала прежде всего статья Мутко. Мутко, двоеточие. Не попадайте под обаяние Прохорова. Да. Цитирую Виталия Мутко. Вы попадайте под обаяние Прохорова. Не попадайте. Под обаяние Прохорова. Он всего лишь молодой президент Федерации. Зависть чувствуется какая-то в этой празднике. У меня на столе его документы. И особенной модели я не вижу, сказал Виталий Мутко. Привыкшу видеть вас в окружении только модель. Почему я вдруг должен брать модель Михаила Дмитриевича за основу? Вы предложили ему какую-то модель взять за основу? Тут дело намного серьезнее, ведь Михаил Дмитриевич предлагает схему развития олимпийского движения в России и спорта. Правильно вы? Как я понял, Виталий Мутко не очень согласен с этой схемой и называет ее сырой и недоработанной. Знаете, я думаю так, схема маленькая. Давайте покажем ее в натуральную величину. Мы бы подготовили. Нарисовал ты, Иван? Просто посидел сегодня ночью за мольбертом. Ошибок нет. Нет, мы один в один клонировали схему. Одному отличнику в общежитии он за ночь сделал. Вот смотрите, вот эта филомия... Стрелочка не туда. Подождите, стрелочка. А, стрелочка, действительно, стрелочка должна быть на схеме. В оригинале она идет вот так. Стрелочка, да? Если я не ошибаюсь. Я просто изучал месяц эту схему. Вот, вот комфортный спортивный лифт. Ну, действительно, какой лифт поднимается по наклону? Наверх. Это же не комфортный спортивный фуникулер. Спасибо, Галя. Итак, правильно ли мы понимаем, что это вот та самая схема, которую вы предлагаете для того, чтобы количество медалей было увеличено? И кратно увеличено. Ну, увеличено. 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 Значит, давайте тогда нашу постоянную рубрику откроем. Давайте разбираться. Почему именно пирамида? Да, почему? Ведь я понимаю, почему, господин... С зрения времен гробницы именно так строили бы. Значит, смотрите. Получается. Спортивные школы. Школа Олимпийского резерва. Дальше юниорская. Вторая сборная. Первая сборная. Нет, у меня вот один единственный вопрос. Почему? Я хочу вам сказать, почему допинг возникает только на уровне взрослой сборной? Я сейчас... А как же дети? Надо же подумать о детях. Потому что надо успеть выветриться. Я думаю, дело, Сережа, вот в чем. Допинг будет как бы стимулом... Для того, чтобы дети шли в Олимпиаду? Ведь многие идут в спорт. Именно из-за допинга. Дешевле, реально дешевле. Подождите. И потом, допинг это единственный вид веществ, когда ловят, не сажают просто выговоры. Да, кстати. Просто отстраняют. Да ладно, ладно, я сам иду. Абсолютно правильно, что на первой ступени стоит достаточное количество комплексов. Не будем забывать, что именно закомплексованные люди часто добиваются больших успехов. Вспомним примеры и Бонапарта, и Фореста Гампа, Сашка Цикала. Ну, есть масса... Масса серьезных людей. Есть ли возможность, Михаил, попасть сразу туда, внутрь? Вот, например, зайти на уровне... Оснащения комплексов. Очень легко. Просто схема неправильно у вас расположена. Надо перевернуть. Извиняюсь. И тогда мы увидим, из чего, из чего, из чего. Размер обуви. Вот видите, этого человека в сборную нельзя брать. Он не может вытащить пластиковую табличку из мольберта. Вот, Михаил, вы запомните, кто исполнил вашу просьбу, а кто нет. Итак. Вот это... Это как час. Это как час. Ну, конечно. Это как час, когда очень красиво, но непонятно, да? Нет, нет. Это все по-нашему. Можно я, Виталий Леонидович, буду защищать? Будете защищать? Буду защищать, Виталий Леонидович, да. Пожалуйста. Вот представляете, вот это структура нашего спорта сейчас. И он на своих плечах держит эту пирамиду. А если обратить внимание, пирамида лежит острым концом на плечах, Виталий Леонидович. Мне лицо, по крайней мере, больно. А я бегу по пирамиде и раскачиваю ее, понимаете? Тяжело держать. Тяжело, конечно. Да вы без пирамиды бы бегали по плечам, Виталий Леонидович, было бы тяжело. А с пирамидой? Я все переверну сейчас это. На следующую Олимпиаду поедем? Я надеюсь, что именно мне, Михаил Дмитриевич, вы позволите сделать это и на заседании Олимпийского комитета. Могу в качестве наглядного пособия демонстрацию любых видов формы. Смотрите, позиции на международной арене, инновационные технологии подготовки. Какие инновационные технологии? Как мы будем готовить? Новая, не знаю, смазка новая, новые. У нас смазки самые лучшие. Так. Просто не скользят. Ну идеальные смазки. Спортсмены лучшие, но не побеждают. Я точно знаю, как выиграть все медали в биатлоне. Сейчас с этим занимаюсь. Мы делаем Ижевскую винтовку. Она отлично стреляет... На базе Калашникова? Ну почти. Она отлично стреляет в Гроби. Поэтому я хочу, чтобы нашим спортсменам разрешили стрелять. Наконец-то. Хорошо, подождите. А современное медицинское обеспечение, неужели сейчас оно не современное? Оно очень современное, просто нет. Ну по витухе же, по витухе же ездят. А, современное, но не у нас. Слушайте, в конце концов, сколько... Как объяснишь спортсмену, что нельзя зашептывать мениск? Лучше, чтобы дать траксивозин. Давайте на следующую олимпиаду возьмем с собой аптечку. Михаил, какой должен быть стандарт детской экипировки? И почему детской в кавычках? Кого вы имеете в виду? Ну, дети разные же. У всех. У всех дети разные. Ну, поэтому стандарты должны быть детские, разные. Понимаешь? То есть на шестилет... Подождите, а сейчас как происходит? Сейчас на шестилет... Отцовская до нашего. Ходят как эти первые. Девочка, почему ты прыгаешь в бассейн в бутсах? У меня папа футболистом был. Мужики попросили. Конкретный случай. Это не к спорту, не к ней отношения просто. Одним словом, детская экипировка должна соответствовать размерам детей. Все проще, она просто должна быть. А-а-а! Не воровать? То есть вы предлагаете 500 миллионов евро выделить и получить такой же результат, как от 500 миллионов евро? С золотом олимпийских побед взять? Предлагаю еще добавить мультипликатор. Мультипликатор? Конечно. Это 500 миллионов. Мы написали. Бизнес-овая система. Вложил 500 миллионов евро. Так. Надо же навар получить. Как я люблю вот эти термины. Навар? Навар. Это для нас с тобой навар, то, что мы на дне с кастрюлей с супом находим. Для кого-то навар, для кого-то осадок, да. А для кого-то национальная кухня. Для кого-то национальная кухня. Навар и осадок. Оскребыш по бортам, я так называю. Понимаешь? Оскребыш по бортам? Да. Так нашу сборную канадцы называли. Оскребыш по бортам? Хоккейный ты не знаешь? Нет керлинг. Зачем отроновать керлинг? И действительно, Гарик, и зачем это вы тронули керлинг? Я вам расскажу реальную историю жизни. Камень хорошо ехал. Перед Олимпиадой все федерации, все без исключения отчитывались перед высоким начальством. Вместе с нами отчитывалась федерация керлинга. Защита шла 15 секунд. Говорю дословно. Мы готовы ехать. Пауза. Девочки симпатичные. Слушайте. Мы готовы. Я думаю, с такой подготовкой в керлинге ничего не надо менять. Давайте эту новость я зачитаю. У меня есть распечатка. Итак, суперкар имени Прохорова. Называется статья. Удивительная новость о том, что всего через два года в России может появиться производство автомобилей с гибридной силовой установкой. Широкая общественность узнала из-за выступления Михаила Прохорова. В общем, смысл в том, что создается новый автомобиль. Правильно? Так называемый будут называть, ну, машина Прохорова, наверное, ее будут называть. Надеюсь, что нет. Она плохая? Посмотрим. А посмотрим. Давайте посмотрим, кстати. Есть же у нас фотографии. Да, есть фотографии. Вот смотрите. Вот сам автомобиль. Михаил, мы сразу скажем, что к вам как к автору. Дизайну вообще. Разработчику. Несколько уточнений. Мы видим на картинке только два колеса. Есть ли еще колеса в автомобиле? С той стороны сколько? Я не знаю, он же гибридный. А, он гибридный. Может быть, и магнитная подушка с той стороны? На самом деле, какой внешний вид прикольный, наконец-то воплотилась вековая мечта российского автолюбителя, когда непонятно, где зад, а где перед машиной. То есть ГАИ не может не кустрянуться. Да, я еду по встречке задом. Когда она будет выпущена, я надеюсь, да, там будет влагаться инструкция. Там будет понятно, где вход, где выход. Бизнесмен, это был право, сообщил, что собирается инвестировать в предприятие 150 миллионов евро и рассчитывает, что проект выйдет на самоокупаемый через 4-5 лет. И обещает, что две трети, вот это очень важно, две трети комплектующих или две-три комплектующих будут российских. Это очень важно для вас. Потому что от количества российских комплектующих зависит, какие комплектующие заранее покупать. Про запас. Чем запас. Больше того, я слышал, что это все в Тольятти и будут производить. В Тольятти будут производить, Михаил? Конечно. Подождите, 150 миллионов, знаете, мне это как напоминает. Вот, Михаил, знаете, вы мне напомнили человека, который подходит к пропасти и, знаете, берет монетку и бросает, чтобы слышно было, дно есть или нет. Но в Тольятти, судя по тому, что в Тольятти столько кидали, там дна нет. Вам повезло больше, чем я, я никогда не видел монетку в 150 миллионов евро. Она такого же размера, что очень длинная. На несколько тысяч километров. У меня в этом проекте одна проблема. Так. Никак не можем придумать название, может поможете? Мы придумаем. Нужно мы придумаем? Конечно. Это без шуток, я думаю, что... Гарик, Арарат не подходит, сразу же. И сзади ставить пять звезд, да. Ну давайте придумаем название, действительно. Лань. Лань. Ну, чтобы начать процесс обсуждения, лань. Я так понимаю, что я на М должен придумать название. Еще легче, конь. Конь. Конь? Да. И конь педальный, давай. Там же есть? Газ и тормоз. Газ и тормоз. Пока неизвестно. Известный автомобиль. Может, назовем ее Егор? Как Ягуар ты имеешь? Да, Егор. И вот такой Егор на капоте. Да. Нет, ну у нас Лада Калина может так и идти по... Может, и рябину. Мусника? По ягодам пойти? По ягодам пойти. О, вот смотрите, как классно звучит. И иностранцы не смогут выговорить, и черт с ними. Облепиха. И реклама какая. Оранжевые пятна. Оранжевые пятна. Ничего не понятного. Сокращение не очень приличное было. Облеп. Облеп. А если букву П обля просто, понимаешь ли, тогда получается сразу... Тогда и проблема дорог всплывает. А может быть, сокращать не первые три буквы, а последние просто... Йи-ха! Облеп... Йи-ха! Пиха! 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 Ну а что? Меня вчера запихали в пиху и... На дачу... В гору пихали машину. Интересный случай был, да. Иначе я на пихе. Я нормально мечтаю. Уже. Облепиха, Егор, по-моему, живучее название, да? Придется ездить только вам, кстати. Ну, облепиха у нас указана в Москве. Говори, первые четыре машины ваши. Первые четыре машины ваши? Отлично. Я на Егоре. Гарик на облепихе. Кортеж. А Иван на сером волке. Ставьте! Серый волк! Как раз у Михаила будет свадьба, и представьте, вот такой кортеж устроен. Мы за вами поедем. Вот смешно будет говорить. Жених едет на Бентли, а ведущие свадьбы на облепихе, да? Мне все понравилось, одно не понял. Почему свадьба? Меня даже... Меня даже из списка перспективных женихов вычеркнули. Больше в рейтингах не участвуют. А кто вычеркнул? За бесперспективность. Ну, все, не печатают. Это программа... Давай поженимся? Подождите. Все, вычеркиваем, Прохора. Уже третий раз не приходит. Друзья, не хочется вас отпускать, Михаил, знаете? Не хочется... Хочется поговорить о чем-то. Вот хочется поговорить. А поехали к вам. Не вопрос. Не вопрос. Михаил, спасибо огромное, что вы нашли в своем плотном графике. И пусть вот за эти полчаса, которые вы у нас были, потеряли миллиард. Ну и что? Да ну и что? Ну и... И что? Сейчас пройду работу, узнаю. Может, приобрел. А может, и приобрели. Если приобрел, то мы же как бы... В доле, в доле, в доле. Дорогие друзья, сегодня в гостях у нас был президент Генерации Диатлона, бизнесмен Михаил Дроград. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Так. Подожди. Тихо, тихо, стул. 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 Заварим в чай. Лот. Выпьем. Подожди, подожди. Лот номер один. Стул, на котором только что сидел. Друзья, я предлагаю перейти к важной новости, о которой я хочу рассказать. А есть ли новости? Есть, есть, есть. Эта новость пришла к нам тоже из Министерства внутренних дел. В Челябинской области инспектор ГИБДД при задержании съел взятку в 2000 рублей. Мелкими? Это правоохранители органов Челябинской области попытались привлечь к ответственности инспектора, которому дал взятку один из водителей, однако во время задержания инспектора успел съесть деньги. 2 марта 2010 года. Они их уже едят. Вот откуда выражение, да у нас денег как ешь. Они не тем едят. Послушайте, попытались задержать автоинспектора с поличным. Увидев приближающихся коллег, капитан милиции закрылся в служебной машине. И решил съесть улику. Он положил полученные деньги в рот. И тщательно... Под язык положил, хотел, чтобы сразу в кровь. Но потом проглотил все-таки. И тщательно переживал банкноты. Тем не менее, ответственности не удалось избежать. Ровно через 4 часа. Доказательства. Лежали на столе оперативных работников. Чем больше мы ругаем милицию, тем более странные поступки совершают. Мы их не ругаем вами. Давайте хвалить. Давайте хвалить. В общем, дайте нам, пожалуйста, дорогие сотрудники внутренних дел... Передохнуть. Уже устали ржать от ваших новостей. Дайте нам хороший повод. Что ни неделя, так разрыв мозга. Многие, конечно, ожидают, что мы закончим сегодняшние посиделки песней «Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка?» Полная задора и огня. Самая твоя нелепая ошибка – то, что не забрал с собой меня. Нет, этой песней мы заканчивать не будем, а песню мы посвятим Греции. Я предлагаю, друзья, исполнить одну из самых известных, не греческих песен, написанных про Грецию.